Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Смотри Учись, с вами Миша и Егор, и сегодня будем смотреть за Манка Кингом от Ами. Очень крутая игра будет, смотрите до последнего, что он прям засолил эту каточку, ой, пора вот этого хукнули, и там была небольшая заруба на руне, но это в принципе такое стандартное дело для Манка Кинга, вначале подраться. Также еще здесь очень будет интересно понаблюдать, потому что, противоположная команда Папарацци, на сигнатурном SF, вот Папарацци вообще обожает этого героя, вот он в команде Xtreme сейчас играет, и они постоянно ему этого SF-чика берут, иногда даже вообще на FP, это прямо лютая сигна. Также в противоположной команде еще есть тролль, на самом деле на тролле, мне кажется, не очень приятно на Манка Кинге играть, но есть свои приемы, когда, например, ультимейт нажимает тролль, и ты нажимаешь Мисс Чиф, и тролль просто теряет таргет, есть вот такая вот фишечка. Но все, мне кажется, тролль все-таки хороший герой в МК, но посмотрим, как это будет по игре, если игра напротив него. Тут прям, блин, я вообще не знаю, как он так жестко развалил. В общем, сами все увидите. Повезло, кстати, по идее, с линией. Тройка пуджик. Да, конечно, у парня 30-й тир на пудже, это может немного пугать, но опять же, это герой-милишник. Манка Кинг-милишников должен выносить. И тем более, это еще Ами. Ами, вот он довольно-таки часто играет на Манка Кинга, этого сигнатурка. 46-й ранг у него, кстати. В общем, очень крутой игрок. Легенда Китая против другой Легенда Китая будет играть в одной игре, только в противоположных командах, так еще и оба на сигнатурках своих. Как-то так. В общем, научимся играть на 732 Е Манка Кинга на примере Ами. Ну, а после небольшой рекламной паузы. А вы знали, что уровень скилла зависит напрямую от напяленных шмоток? Проверьте сами на сайте тестиков, ведь тут стартовал ивент April Fortun. Фарми уровни, открывая сокровищницы. За пару открытий ты получишь возможность открывать бесплатные сундучки каждый день. Сначала несколько раз мне не везло, а потом мне выпала шмотка на эсэфа. Заходите каждый день, чтобы фармить шмотки. Для этого держите наш промокод на 15% к пополнению баланса и топовую сокровищницу. Удачи! Всем привет, меня очень фласка удивила в начале игры. Там 2 или даже 3 секунды этой фласки ушли в никуда. После этого еще хаппериген простаивал. Ну и тангусов сейчас мало остается, я думал, просто пачку танка себе привезет вместе с Веномом. Ну и Веном очень крутой. Сам факт его наличия не позволяет Пуджу крипам подходить. 2-1 у него стартовый крипстат, обратите внимание, против 10-12 у Манки Кинга. Статов единственное маловато, даже такой опытный Манки Кинг. Время от времени крипов на фрипарме пропускает. Я впервые, на самом деле, такое вижу, чтобы у нас в реплее у игрока, за которым смотрим, денаев больше, чем у вас хитов. Это любопытно. По-моему, у Топс на такое видера. Просто всех крипов решил заденать, чтобы патжик вообще не жил на этой линии. Плюс он еще максимально пачку держит, то есть прямо у Пуджа отвратительная линия. НЧ, главное, маленький кемп разбочить, чтобы пулить. Ну, кстати, он пачку по Тауэр завел. Мог, как вариант, подержать эту пачку, чтобы линия продолжила держаться у него по Тауэрам. Но, видимо, он уже планирует потихонечку начинать пытаться убивать Пуджа. Все-таки у него четвертый уровень. Пудж тоже пачку держит. Кстати, думаю, будет два удара с топориком делать по знаменосу. Но тут вариант поинтереснее. Так, я прокачал второй скилл. Реал мудрых вилл нет. Ай, как же ювелирно обошел их кустики все. Блин, так иногда камеру страны направляет. Вот именно на Т1 уражеский. О, хороший хук. Первый уровень у даркилл, ё-моё. Шансы были, как говорится. У них есть глиф, но, по идее, даже без глифа смогут этого Пуджа задавить. Что за дэмэдж? Это, конечно, шок. Там замедление еще такое хорошее было. Сатирчика. Инча. Нашла. Ну, шикарно, что? У него прям... Он очень жестко линию развалил. Сейчас еще и дабылки оформил. Ну, оба фрага ему достались. Будет очень агрессивно, кстати, играть. Мы такие игры очень любим записывать на Манка Кингов, когда... Когда игрок очень наглеет постоянно. Вот эта игра как раз такая будет. Он постоянно будет просто идти и рубиться со всеми. Бесконечно. У Шторма, кстати, линия просто мертвейшая. Все-таки Папарацци на СФчике. Поэтому Папарацци его просто уничтожил. На два уровня опережает Шторма. Шторм сейчас пошел вообще на базу. Хилится. У него прям очень все плохо. Две тысячи на Творце, когда три тысячи у СФа. То есть пока что два... Самых сильных игрока... Имеют... Одинаковые на Творце. На Шторме против СФа вообще ничего выгляделось. Ну да. Он еще фласку выпил. Звук фласки точно слышал. Блин, тридцатый терп, а как же... Как же ему плохо. Он себе купил два кольца на... Армор. Сапог купил. Виндвейс купил. Все, чтобы как-то... От этого Манки Кинга спасаться. Но это ему вообще не помогло. Ами его просто перед ногами выносит. Он плечом мог тапаут на бюджет делать. У Манки Кинга не хватало скорости атаки на пять атак. После палки. Шторм опять умер. Пятый уровень. Без ультимейта. Это СФ опять. Блин, ну это, конечно, забавно. Два бустера просто в одной и предположной команды. Один на керри, другой на... На миде. Но мы же не переживать. Скоро выйдет патч. И СФ станет еще сильнее на линии. Прошу прощения. У тролля, кстати, тоже все довольно-таки неплохо. Не настолько хорошо, конечно, как у Манки Кинга, но... Не знаю как, но ДПшка... ДПшка не очень хорошо линию поставила. Это странно. Прошу прощения за склейку. Дата зависла, вырубилась. Ну и сейчас все в порядке. Привез себе наконец-таки ПТшку. Из мертвого курьера. Привез еще сверху став. ДП сейчас будет просто невероятное. Опять делает отводы. Вообще не хочет дать жизни этому Пуджу. Причем если Пуш попробует на водах пофармить, закончится для него очень плохо. И по итогу опять Паттавр. Нет, опять в таверну. Париж еще немного забатить пытался. Чтобы Паджик подошел, он его убил. Все-таки у него Орг Краушен. Кстати, до этого убийства Пуджа у САФа было чуть побольше надворца. Но Ами снова его обогнал благодаря. Потому что вот сейчас снасти закинул. И заманил ловушку. Ну Пуджа тройки надворца меньше, чем у Инчи. Причем значительно меньше. Надворца это вообще шок. 1700, блин. Настолько мертвейшая игра. Ну блин, Манки Кинг, конечно, это такой герой, да. Ты бывает на каком-нибудь милишнике просто на троечку. Пришел поиграть в доточку. А тут Манки Кинг вот такой вот выкатывается против тебя. И ты вообще ничего не можешь делать. Вот особенно когда ты такой вот Паджик. Там, не знаю, Тейдхантеры тоже страдают. Ну там, силовые в основном тройки. Милишники. Потому что их Манки Кинг просто не отпускает никогда. Просто редклик, редклик. Очень больно против такого стоять. А иногда на МК придешь против Вайпера или Бэтрайдера. И ситуация полностью противоположная. Ну да, но такие герои сейчас редко пикают на тройку. Манки Кинг сейчас вообще один из самых лучших керри в патче. То есть Урса, Сварк, Манки Кинг, Дровка. Вот это все очень крутые герои сейчас на первую позицию. Манки Кинга даже аппали чуть-чуть. Там базовую ловкость, по-моему, поднимали. Или армор, что-то такое. Радианс тоже. Многие сейчас с этим Радиансом играют на Манки Кинге. Предмет хорошо на нем смотрится. Очень круто работает против Наги. И, кстати, эта игра не исключение. Здесь он будет через Радик играть. Против Сварк какого-нибудь тоже довольно-таки приятно Радик купить. Ну, герой боевой. Вот, и предмет Радианс довольно-таки хорошо на нем сидит. Из-за того, что можно еще агрессивнее играть. Еще наглее. Для фарма неплохо. Ой-ой-ой. Вот это супер важное убийство. Если получится его сделать. Ну, получится. Подлетел Шторм очень своевременно. И фраг конкретно Манки Кингу достался. Это прям невероятно. Сейчас важно было убить Асефа. Пуджа тоже не отпустят. Блин, бедный пуш. Вроде тридцатый тир, это еще про игрок на Пуджа. Но, блин, настолько его Манки Кинга, конечно. А, кстати, путь выжил. Я почему-то хотел его похоронить. Но не тут-то было. Странквилами на Пуджа играет, бедолага. Ты, блин, жалко его. Как хотелось кило тролли. Миссов вообще миллиард было. Обидно. Ну, она хотя бы Асефчик убил. И там сейчас ботис фоматный урб крошенка тапа. Блин, настолько много на самом деле делает. На карте. Двух вражеских коров убил. Одного просто. Из катки, так сказать, выгнал. Заставил сменить роль третьей позиции. На четверку. Это пропаджан. Потому что, наряда, Странквилами теперь бегает, Сентрики покупает. В Кикпай. Дайгер положил. Рано, теперь уже четверка больше какой-то. Переоделся, так сказать. Не остается играть в большом лесу. Вижна, правда, немножко не хватает сюда. Нет. Брусовые слова обратно. Не остается он здесь играть. Пошел на пиджа. Боковать снова брусовые слова обратно. На два левла тролля опережает. По нетворцу тоже разница. Почти 2000. Немного подвыпал по ощущениям из игры. Взял от этой беготни. Чуть-чуть по нетворцу просел. Ну-ка, это клейн-вы фарм забирает. Так что ничего страшного не произошло. Ну да, только время потерял, по сути. Ну, по нему видно, что прям очень хочется подраться где-то. Ну и понять его можно у него. Билд такой армец. Не очень быстро Манки Кинг с голой саблей, орбкраушеном. С авторомскиом, конечно, можно фармить. Но это не так быстро, как хотелось бы. Это не Манки Кинг с боевчиком, так сказать. Такому Манки Кингу хочется пойти драться со всеми. Все-таки сабли, орбкраушен. Прям очень боевые два предмета. Но драку нормально навязать не получается, поэтому он просто качается. 7600 тем временем. Если думаем, если бы он рашил Радианс, могла бы игра быть круче. С одной стороны, сабля. Один из киллов приточила, но я принесла. С другой стороны, с Радиансом, насколько хорошо бы он сейчас фармал. Так, наконец, драка намечается. На самом деле, выглядит все довольно перспективно. Не будет в ульты, а хотя... Два кора погибла, и все, перспективы гасли, так скажем. Блин, вообще какой-то трэш происходит. Вообще себя места не может найти. Союзники под него не играют. Просто фидят вот так вот на корах. Матки Ким Пром очень сильно подвыпал. Ну вот такими, опа, хотя бы тут фрикел, по идее. Ай, даже тут не хватило дэмэджем. Что ж такое-то? Это вообще какой-то... Какое-то невезение сплошное. Что самое ироничное, вот эти вот... Два-минутных эпизода побегушек. Каждый из этих эпизодов он терял по одному лайновому крипу. Потом возвращался спокойно к зелайновым фармам. И все равно это в один понотворцу. Разница с эзэком даже увеличивается. Не так давно 500 была. Сейчас уже по 1000. Ну и с Макшной вторым. Очень хорошо фармит. Лес в том числе. Там тролль скоро уже понотворцы будет догонять. Он себе бэфчик взял. ПТ-шку докупил. Все тройку качается. Матки Кинг, к сожалению, тройку не может себе позволить качать. С таким билдом это прям тяжело будет. Вот видите, насколько медленно он этих хеншей долбит. Поэтому просто до половины хп просадил Голема и пошел. Другие. Другие. На самом деле смокганг дочил. Только смокганг не в него по итогу ушел. А шторма. Ну, кстати, да. Ну, блин, шторм опять из игры выпал. Он только камбэкнул. Там у него даже нетворс, по-моему, был неплохой. Сейчас снова вот два или три раза подряд погиб и все. Очень сильно застопорился. Он уже по натворсу почти как пуш. У которого было 1400 натворса, когда у Манки Кинга там под шестеру. Это прямо печаль от меня. Ну, реплеет от этого интереснее становится. Потому что... Вся игра на Манки Кинге как будто бы. Ну, кстати, убил на шторме пыжа. Хотя бы так. В сало причем убил. Даже интересно, как так вышло. Ну, кстати, до Радика чуть-чуть остается. Дозволяет себе талер победить одновременно четырех героев победит. С радиацией все должно быть гораздо проще. И по фарму, и по... Подраться, если вдруг соберется какая-то драчка. Ну, нормально. ДПшка под него сыграла. Забавайте ли путь же ошибиться. Все, Радик есть. Отлично. И еще спокойно выйдут. Хотя нет, смотри, не хочет выходить. А тут прям... Три героя как минимум. Немного опасно. Ой-ой-ой-ой. Блин, обидно если ДП, он, блядь, конечно. Ну, какая же крутая арена. Жалко Павка КД. Но Павка от КД швось. Отлично убили тролля. Айх, вот если бы не этот глобал, еще бы СФ-чика смогли бы забрать спокойно. Из-за этого глобала СФ отпустили. Или настигнуть все-таки непонятно. Не, вроде СФ не настигнут, но вот Савинсер. Ой-ой-ой. Да и СФ могут... Палка есть? Второй раз Пикаема жизни спасла. Ну, а тут перенаглял на СФ, если бы он просто шел на базу, он бы не умирал. Худшись в могилу, в могилу А. Он так посмотрел, еще у меня рядом БХ, у меня рядом Шторм. Сива, причем у меня едят. Я еще думал, что он может умереть после Кила Паджа, потому что Дарквилл уресается. Но я не думал, что он до Кила Паджа погибнет. У Баланти Хантера, кстати, в Хигбае, Лотос, возможно, за счет этого попробует БКБшку попозже взять. В этом файте прям слюни текли, а при мысли Аскадзе у тебя не было такого? Нет, все-таки. Нет, нет. Тут по-любому нужна БКБшка, либо Манта какая-нибудь. Там такой контроль на самом деле неприятный. Вот Манта, кстати, в этой игре, вот что думаешь, вот не... Манта вроде неплохо звучит против Саленсера, против Дарквилл. Где-то тролля покатить, плюс под Родианс хороший предмет. У противников есть герой с физическим уроном, с физическим билдом. У которого есть кнопка, которая на 5 секунд себя пугает. Дистанции 1000. Так что тут, если брать сейв, то БКБшку в первую очередь. Ну, БКБ, да, безусловно. Но после БКБ... Мне кажется, не самая плохая игра для Манты. У меня есть ощущение, что Скази нужно как можно быстрее, потому что это позволяет и хил троллю лезать в ультимейте, и СФ играть против Скази невыносимо. И очень хочется поиграть с Аганимом против этого же самого тролля, чтобы вообще никто не мог контакт с Нгки Кинга Митю. А после же Сатаник, скорее всего, хочется аниманта. Ты что думаешь? Сатаник сомнительно, если честно, звучит. А когда мы ролями поменялись? Ты каждую игру хватил Сатаник, а каждую игру говорю, что Сатаник дохвалит ему. Теперь время на тренинг предлагаю Сатаник. Такой нет, дерьмо. Ну, не знаю, конкретно в этой игре Сатаник вообще не нравится. Ну, посмотрим. Ну, по идее, БКБшка у него, можно сказать, уже есть. Он может сабельку разобрать. Но это и если... Да, разобрал все-таки саблю. А съездники как раз в маке. Так что, видимо, они могут сейчас теории драку хорошую навязать, потому что БКБ это... Это может очень жестко повлиять на успех драки. Пока что тут фрикел на Дарквилл. Но как-то много кнопок нажали по ощущению в этом Дарквилл. И в ДП скинули. Из этого противники могут просто выйти. Хотя не похоже, что они собрались выходить. Так, есть арена. Палка КД. Если палочка была, возможно, еще бы кого-то подцепили. Ну, а по итогу нормально, Т2. Могут сломать. Все-таки у ЛДП пригодился. Два убийства. Тавра. Ну, кстати, Квикбай реально с Кадди как-то и говорил. Ну, с Кадди ладно. Кадди куда не шло. Ты раньше на Сказе слюни пускал тоже в любой непонятной ситуации. Не, да, да. Хороший предмет. Я и не говорю ничего. Плюс еще полхп повысит. Как раз вот есть такая небольшая проблема у Матки Кинга. Но опять же, если покупается с Кадди Аганим, то тролль играть вообще не может. Потому что несмотря на то, что тролль является прямым контрпиком Матки Кинга, даже после того, как поменяли мисчев. Он не способен никак перерегинтик одним Сказе. И сразу после арены он погибает. Сразу после ультимейта. А за ультимейта у Матки Кинга тяжело. Потому что у Матки Кинга 15% блайн до 15% эвэйшена. Ой, как же хорошо все закомбинера. А Егис не сможет взять тролль, потому что он в ультимейте, но... КБ не нажал. Он ультсф не увидел, да. Но он мог среагировать. Да ладно, нет, пусть это эсэф, а вот это сверхразум, конечно. И шторм бэйбэк скинул. Вау. Эсэф. Молодец. Вижу максимумы ситуации на самом деле. Ну ладно, о чем? Манки Кинга все так же хорошо. На ХГ, возможно, будет проблематично заходить. Кстати, блин, аганим, я тебе реально офигенно звучит, что я совсем забыл. И вот правда, что... Под Радианс Аганим очень круто смотрится, и как ты сказал, против тролля. Опять же, вот эти аганимные копии, на них будет работать Радианс. Пусть потенциал повысит, легче будет на ХГ зайти. Построение аганимной копии бьют. Но вот Рошанов не бьют. Это дело фиксили. Мы еще не озвучили, что... Новую саблю собрал. Разобрал на БКБ. Собрал новую. И таланты не озвучили. На десятом выбор без выбора. На пятнадцатом на Кире Манки Кинге мы правы, гораздо чаще видим. Нолевый крутой в билде сабля Дизоль. Или там Мом Дизоль. Вот в таких уберстовках просто невероятные. На Кире Манки Кинге очень много фармят. Очень много прыгают в поисках укача. Кстати, смотри, отличная драка может быть. Арену и палку по двоим. А, вот так решил. Без арены. Чуть позднее я скинул по итогу. И все, надо выходить. Егис выбили. БКБ КД, ульт КД подраться сложно. Дисциплинированно сыграл. Если все съездники выйдут, вообще отлично. Да, видимо все вышли. Ну, пойдет. Минута просто покачается. За эту минуту он как раз дофармит себе скали. БКБ откадешится. Да, откадешится, можно будет подраться. Плюс еще двадцатый талант можно докачать. На двадцатом талант тоже там выбор без выбора. Минус семь секунд перезарядки павочки. Альтернативный странный какой-то талант. Никто его не берет никогда. Как по мне, он очень крутой, но как талант двадцать девятого. Точно не как талант двадцатого. Ну, все. Как и планировалось, по сути. БКБ почти откатилось. Ульт почти откатился. Ой-ой-ой, какая же крутая палка. ССФ, правда, отпустит. БКБ тупал все-таки. Но у него как раз вот ровно-ровно тайминги все сложились. БКБ есть, ульта есть. Скади купил. Все те, надо всех просто вынести. Гасток и скипетр купил на ПДЖ. Не помогло. Такое время выиграл. Он уже показывал этот гост. Ну и 0-файер начинает... Хотеться вместо агнима. Против форста, против бесконечных, против госта. Это реально четверка ПДЖ. Просто смотришь закуп, гост, дайгер, транквилы. И такое нифига. Это нормально для четверки предметов на покупал. Слушай, это то случай, когда с сеткой повезло. Прикинь, если бы не сетка, он бы убежал под этим террорайзом. Ой. Но перед смертью, кстати, забрала СФА. Очень красиво. Но он 11 в 5 подрался. Не так плохо, на самом деле. Двух коров вынес. Если бы команда была, то там бы вообще без шансов было для оппонентов. Но не в этот момент, а два в боте ломали. Ну, троих убили, пройдет на самом деле. Четверых? Четверых даже. Вообще шикарно. Шторм взял лейновый фарм. Прямо на вражеской базе. ДПшка взяла кучу лейнового фарма. Тавр тоже продавила. Против мать единственный он скинул на ДПшке. Сейчас МК рестница. Больша будет не особо боевая. Ой, Шторм спирита поймали. Но на 80 хп улетел. Палкон плейд зарешал. Без стиков, кстати, на штурме. Я в сегодня время часто штурмов без стиков вижу. Они перестали стики покупать, да? Да, не думаю. Странно. А сможешь на про трекер зайти? Потому что я видел несколько игр на штурме без стиков. Я просто не знаю, где мой телефон. Альта внуто, пока я не могу по очевидным причинам. Да не, всегда стики покупаю сейчас. А хотя... Сейчас поглядим. Не-не-не, всегда стики. Всегда? Да-да. У нас какой-то супер странный шторм. Не, ну я много таких странных штурмов видел. Хотя на шторме оказалось бы и пул хп крошечный. И постоянная проблема, что... Сюда бы 300 маны, и я буду жить. Все-таки не стал брать аганим. Возможно, вообще не будет его покупать. Решил купить бабочку. Если он разберет нульфаер на бабочку... Ой, радианс на бабочку, то мы увидим нульфаер. Против двух просто госта. Но, возможно, не будет разбирать. Надежды прямо сейчас быть... Нереально прочным против физы. И закончить со вторым Решаном. Блин, звучит на самом деле Кайфуа. Ты прикинь, если он разберет Радик. Разберет саблю. Будет прям мемно. А сабли сейчас не... А блин, став не разбирается же, по моей памяти. А, точно. Брейнлак произошел. Капец телепорт долгий, вы с вами себя. Ну да, да. Ну, Радик, зато можно на талисманчик разобрать. Капец замедления. 200 мух спида. Еле тачатся. Так, можно бить эсэфы. Надеюсь, там... А, нифига себе, на нейтралковик. Красиво выбежал. Какие-то дурквилла он не видел с этим. Третьим скиллом полэкрана. Это талант, что он ее? Угу. А шорт такой же, как раньше? Да. Миллион кустов. 25-й бы дофармить. 25-й бы у Манхакинга очень сильный. Радиус арены. Обязательный талант. С ним играть прям намного проще. И, кстати, как будто... А, подожди. Все, квадрстав летит. Как будто он не хочет разбирать этот радик. Ну, купил шлем, так что хочет. Да, все-таки он хочет. Ну, блин, на самом деле прикольно. У него моментально сейчас будет два свата очень жирных. Просто баттерфляй плюс нули фаер. Два дорогущих предмета. Там КБшка, правда, уже в кикбайе у тролля, уже в кикбайе у СФ. Но до сих пор, пока они нафармят по 4000 золота каждый, он эту бабочку сто раз может сыграть. Глобал такой себе. И опять же, он так странно на камеру двигает. О, вот это балка. Это похороны. Еще и нули фаер, пристав, зарунил. Так что СФ-тепа вот прямо в арене сделал. Жесть. Было бы еще идеально, если бы уж там и аганим был, он бы... Все это добро еще стянул. А, вот аганим, кстати, появился. Только что. Ну, одной палкой он просто сейчас игру. По ощущениям. Завершил. Хотя на самом деле, пуш потенциал у них не прям такой жесткий. Да, можно таки долго коврять. У МК. Скорость таки бешеная. Саблю можно разобрать на аганим Бладторн. По поводу разбирания, кстати, двух предметов на бабочку. Ты запутался случаем не из-за Медузы через Момрадик? Нет. Нет, не помнишь Медузу через Момрадик? Почему я даже помню, такого не записывали никогда. Я тебе пять видосов подряд пытался продать идею. Пикнуть Медузу, купить Момрадик. Ну, это я помню, да. Я бы только купил Момрадик. Сочувствовать? Или ты выиграл? Выиграл. Ух, это хук. Он БКБ нажал. Бедолага на цельной сфере не смог выйти 25-й уровень УМК. Дарк Вилл тоже погибает. Севчик пытается пройти, бедолага, вообще не по шансам. Так он этим хуком такой испортился. Самый день. Зато путь живой на базе стоит кайфует. По факту, путь четверка. О, пейнули фаер. А, ну, путь четверка за работой. Сожрал Севчика своего. Блин, ну, папараццо он прям тащил как мог эту игру на эсэфе. Сев такой герой на самом деле, блин, может так сильно линию развалить, а потом из игры очень жестко выпасть. Хотя, на самом деле, очень часто такие сценарии вижу, что лейнинг стадии очень невыносимо стоять против него. Но это бегает всегда огромный, а он по игре. Особенно если, ну, не дошел до такой стадии, когда эсэф покупает там синий блинг, аркейн блинг. Там прям прям не может заимпактить полноценно. Кстати, шардик. Жалко, что не взял. МК сейчас шард неплохой. Более мобильным становится. Напоминаю, что там, наконец, палки можно перепрыгнуть. Но уступил до пешки, у до пешки все-таки шард прям очень имбалансный. Один заряд сифона плюс страх. Это прям обязательно выглядит. Каганим МК еще, ой, к шарду МК привыкать нужно. То бывает такое, что забыл, то при мне не вырубить скидываешь палку, чтобы сбежать. Но шард гораздо лучше, чем был. Сделали. Механика на самом деле прикольная. Что до этого прям вообще тут супер трэш. А не шард был. То есть мисс чифа была. Но прям очень плохо выглядел. Кстати, это много не успевал докупить. Приятно, что совершенно разобрал сабельку. Реально было торт в кикбайе. Как же он? Вот эту тему жестко забузил в этой игре с разбиранием. Он на БКБ разбирал. Сабельку. Опять пушь притянул. Конец игры своей. Машин реально беспалево хотелось, чтобы игра поскорее закончилась. Это же да, на самом деле. Тяжело выиграть. Очень хорошая арена. Странно, что он стал пытаться бить на развороте. Конечно, все равно бы умер, но... Не, давай посчитаем, сколько он... Сколько он раз вот эту фишку с разбиранием вообще. Два раза саблю, а один раз разик. А мог бы еще разобрать, мол... Не, я не был на предметы купленные. Чем купил БКБ через разбирание? Нули фаер купил через разбирание? Патерфляй купил через разбирание? Орчиц. Практически купил через разбирание, не успел. Прям полноценно. Воспользовался... Этой механикой. Ну и всем огромное спасибо за просмотр. Если видео понравилось, то обязательно ставьте лайки и мир вам. Субтитры сделал DimaTorzok